Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев. И в этом видео мы начинаем создавать наше первое приложение на Laravel. Давайте создадим базу данных для нашего приложения. Для этого перейдем в localhost phpMyAdmin и создадим новую. Назовем ее Laravel и в сравнении укажем UTF-8 Unicode CI и создаем. Итак, база создана. Теперь давайте настроим наше приложение для работы с этой базой. Для этого переходим в папку app, application, папка config и файлик database. Прокручиваем ниже. Мы используем MySQL. Вот так. Database name у нас Laravel. Юзернейм у меня root. И пасворд у меня единичка. Сохранились. Следующим шагом для того, чтобы Laravel нам показывал ошибки, если какие-то ошибки у нас будут, для этого нам нужно отключить debug. Сейчас debug, то есть включить debug. Сейчас он отключен. Пишем здесь true. Естественно, на production здесь должно быть выставлено false. И так, теперь давайте создадим миграцию базы данных. Для этого переходим в нашу cndm. И запускаем следующий код. Обратите внимание, где я нахожусь. Я нахожусь там же, в своей папке laravel.local. И здесь я запускаю следующий код. php, artisan, migrate, make, пробел. И название файла будущего. Create posts. Нажимаю Enter. Laravel закончила свои действия и создал нам вот такой вот замечательный файлик. Данный файл у нас будет находиться в папке database.migrations. И вот он. Открываем его. Вот наш класс для создания нашей будущей таблички пост, где будут у нас храниться статьи нашего блога. В данном классе мы наблюдаем два автоматически созданных метода. Это метод up и метод down. Соответственно, когда мы запускаем миграцию, отрабатывает у нас метод up. И с помощью него мы создаем табличку. С помощью метода down, соответственно, мы табличку удаляем. Ну или выполняем еще дополнительные какие-то действия по очистке базы от данного функционала, который создает данный миграционный файл. Давайте запишем здесь следующие строки. Вот с помощью такой команды мы создаем табличку posts. Далее вторым параметром функцию create мы... Во втором параметре мы создаем безымянную функцию анонимную. с помощью которой мы создадим столбцы данной таблицы. Записываем здесь следующий код. Обращаясь к нашей переменной t, мы говорим то, что первое поле у нас будет автоинкремент. Называться оно будет ID. Далее идет поле title, заголовок статьи, которое будет содержать в себе 100 символов. Далее идет у нас тип поле текст. Название body, то есть сама статья здесь будет. Следующее, опять же, варчар. Длина 200 символов. Поле называется slack. Это наше, так сказать, чпу, seo, url. И буллинское значение enabled. То есть выводить статью или не выводить статью. Далее с помощью команды timestamps мы создадим два поля, в котором будет храниться... В одном поле будет храниться дата создания записи, а во втором поле будет храниться дата последнего изменения записи. Теперь давайте реализуем метод down. Удаление таблички. Вот так вот очень просто все это делается. Схема. Вызываем drop и передаем название табличке post. Сохраняемся. Теперь давайте запустим нашу только что созданную миграцию. Переходим в командную строчку нашу. И пишем следующий код. php.rc.sense.migrate. Нажимаем enter. Так, у нас спрашивают, действительно мы хотим это все дело запустить. Мы говорим yes. Да, мы уверены. И миграционная табличка создана успешно. Теперь давайте проверим, действительно ли она создалась. Так, вот наша... где наша? Вот наша ларавельчик. И здесь мы видим, создалась первая табличка migrations. вот она. И табличка posts. Вот табличка posts. Давайте ее структуру посмотрим. Что мы здесь видим? У нас есть поле id. Это integer. Он у нас unsignet. То есть отрицательные значения у нас здесь не учитываются, только положительные. Далее, это автоинкремент. И это у нас первичный ключ. Title, varchar, 100 символов, utf, unicode, ci, да, как мы и задавали, в принципе. Body, текстовое значение, slug, varchar, 200 символов, enabled, tini, int, единичка. И последние два поля, которые мы создали одной командой, это created.add и updated.add. То есть когда была создана запись и когда она была обновлена в последний раз. Теперь давайте пробуем удалить данную табличку. Мы ведь создали для этого метод. Вызываем php.artisan.migrate, ставим двоеточие и пишем rollback. Нажимаем enter. Сейчас у нас должен запуститься метод down, который удалит нам табличку. Так, rollback. Все у нас вроде как хорошо. Давайте проверим в действительности. Вот, табличка у нас уже не существует. Переходим в нашу базу Laravel и у нас осталась только табличка migration. И давайте вернем нашу табличку на место. Заново запустим миграцию, так как табличка нам понадобится в следующем уроке. Да, вот, все, она появилась. На этом я видео урок заканчиваю. С вами был Дмитрий Афанасьев и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok